Прошивка Из тех, что я выложу Если нет, ищите в интернете самостоятельно Прошивать прошивки Не от своего серийного номера То есть не от своей ревизии платы Как бы довольно-таки Опасно, потому что бывают прошивки несовместимые Он может просто не включиться Поэтому все на свой страх и риск Я знаю, что у моего по серийному номеру прошивка Третья, и я буду шить третью Вы прошиваете По своему серийному номеру То есть ищите где-то как-то самостоятельно Для чего я выкладываю эти прошивки Для того, что на том же 4P Те, что выложены Вот этот бит закрылся А ссылки почти все ведут на вот этот бит Ну, поэтому я их выложу под видео В описании Для прошивки нам понадобится Флешка Флешка желательно, чтобы была маленькая Вот в моем случае это гиговая Я ей уже лет, наверное, 10 пользуюсь Вот Всякие 8-ми гиговые успеха могут не дать Дело в том, что Сейчас они почти все Hc там, какие-то 10 классов и так далее Навигаторы старенькие некоторые И некоторые навигаторы уже не поддерживают эти флешки Вот, поэтому я буду 100% прошивать 100% проверенные флешки А вообще в идеале флешка должна быть до 2 гигабайт Флешка будет до 2 гигабайт Проблем не будет Остальное покажу на компьютере И сейчас вкратце скажу, значит Когда на компьютере прошивку скинете Встыкаете флешку в упорот Вот прям в таком состоянии Зажимаете ему кнопку питания На 5-7 секунд Да, может даже быстрее И тыкаете сзади Есть кнопка резет Чем-то острым Вот кнопка резет В нее нажимаете Зажатой клавишей питания Иногда, кстати, клавишей питания можно не зажимать Но в нашем случае придется Зажали питание Нажали резет Он начинает перезагружаться И пойдет окно прошивки Прошивку не прерывать Ни в коем случае Дать ему полежать сколько ему надо Там 15-20 минут После прошивки Он может какие-то окна спрашивать Интуитивно отвечать Но это я уже дополнительно покажу Вот И до того, как вы прошиваете Обязательно подключайте его к компьютеру Сам навигатор Смотрите Вдруг он откроется Как флешка Такой у них бывает Чтобы сохранить лицензионный ключ на Vitello На Vitello я рассказывать не буду Как бы пишите потом Сужу поддержки Либо там ставить изломный Как вам удобно Вот это самостоятельно разбирайтесь Перейдем к компьютеру Скинем прошивку на флешку И потом снова вернемся к навигатору Видео будет немножко под углом Просто потому что Мне нет возможности Сейчас переключиться на компьютере Чтобы снять скорее С этого с экрана Экранку Значит Флешку Карту памяти Которую я показывал Я вставляю в компьютер Ее нужно отформатировать Дальше если я посмотрю Вообще что у меня на ней Да это моя тестовая флешка Я с нее сейчас скину Все Скину все с нее Вы можете этого не делать Потому что у вас этого не будет Дальше После того как вы С карты памяти все скинули Потому что мы сейчас ее будем форматировать Вы ее форматируете Правой кнопкой на ней Форматировать И нажимаем Быстрое форматирование То есть тут без разницы Не сильно принципиально Открылось окно Следом соглашаемся Просто форматируем С этим сами я думаю Разберетесь Карту памяти открыли Выбираем у нас Папку с прошивками Но в вашем случае Это будет просто Три прошивки в описании Качайте нужную вам В моем случае Это версия 3.0 Я в нее захожу И все что здесь есть Все эти файлы В архиве Я их копирую На карту памяти Без разницы В каком порядке На новых аппаратах На последних Что там 14, 15, 16 Года Первый файл Кладется УПД А потом уже Все остальные Но в моем случае Без разницы Потому что здесь Прошивка Без файла УПД Все скопировалось Я безопасно Извлекаю карту памяти И перехожу к навигатору Потому что на компьютере Все Теперь Значит я Навигатор должен быть На зарядке Не от компьютера А именно от сетевого Зарядного устройства Вставляете ему Карту памяти Карту памяти Ему вставили Первый вариант Это либо просто Нажать резет Сзади он начнет Перезагружаться Либо в нашем случае Это Питание зажать И нажать резет Держим питание Держим питание Все еще держим И пошла прошивка Питание отпустили Кладем навигатор Не трогаем его 10-15 минут Он прошьется Потом включаете Ставите навител Пишите в службу поддержки Запрашиваете Ваш старый ключ Либо как-то там Сами с навителом Справляетесь И все Пользуйтесь Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok Загорела заставка Загорела заставка Но это еще не все Чуть-чуть подождете Он там еще что-то докопирует Что-то донастроит Пару-тройку раз Перезагрузится Выключится Включится Пока не загорится рабочий стол И важный момент Когда загорится рабочий стол Вы выдергиваете Карту памяти А потом уже делаете Все остальное Потому что Можно по Запамяту Так сказать По забывчивости Забыть выдернуть Карту памяти Перезагрузить Навигатор А он возьми И снова прошлись Вот такое бывает Поэтому лучше Карту памяти Вытащить Как только Вы видите рабочий стол Ну все Увидели рабочий стол Я сейчас флешку выдерну И дальше продолжу Показывать смысл Это особо не имеет Но на всякий случай Покажу Для терпеливых Так сказать До конца дождался Вот Карту памяти Вытащили Идем в системную информацию И смотрим Серийный номер Видим Что серийный номер Черт иначе похож Он как бы должен выглядеть Немножко по-другому То есть Это говорит о том Что лицензионную клюзию Нателла Вы уже не восстановите Поэтому скорее всего Вам придется Ставить пиратскую версию Ну в принципе Все Дата-время стоит Нам больше ничего не надо Ставим на это И то мы пользуемся Вот теперь точно Ставьте лайк И подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok